Витаю! В этом видео вы узнаете, как создать шаблон для фриката TechDraw. Шаблон для TechDraw представляет собой svg-файл, который можно создать при помощи программы InScape. Итак, приступим. Перед началом черчения нужно зайти в глобальные настройки программы и убедиться, что в разделе «Поведение» и «Трансформация» снята птичка с раздела «Масштабировать линию обводки». Теперь идем в настройки страницы и выбираем формат листа. Теперь чертим рамку, рисуем прямоугольник. Вызываем панель «Заливка» и «Обводка». Выключаем заливку. Ставим толщину обводки. Это 1 мм. Теперь выставляем размеры рамки. По ширине будет 185, по высоте 287. Теперь выставляем положение. По х 20 мм, по у 5. Вот рамка и готова. Теперь чертим штамп. Мы вырисуем прямоугольник. Оставляем его размеры. По ширине 10. По высоте 5 мм. И ставим в угол рамки. Теперь идем в правку «Дублировать». И копию смещаем вверх. Повторяем. Теперь выбираем 3 сразу. «Дублировать». И «Сторону». Повторяем для 6 сразу. Следующая колонка будет у нас шириной 15 мм. Поэтому выбираем колонку из 3. Дублируем. И меняем ширину на 15. Снова у нас будет колонка шириной 10 мм. Повторяем. На вот этот раз уже перемещаем в правую углу. Убираем лишний прямоугольник. Висуем большой прямоугольник. Корректируем общую высоту штампа. Оно кажется, что там будет 15 мм. Ну вот, штамп и готов. Теперь заполню его текстом. Выбираем текст, указанную точку вставки. И пишем. Продолжение следует... Субтитры создает. theater штамп Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь вызываем XML-редактор. В ID Документы добавляем поле FreeCut. Теперь находим поля с текстом. Те поля, которые мы будем редактировать в TechDraw, в данном случае это будет поле с номером и обозначением. Присываем значение FreeCut Editable. Копируем ID объекта. Вот должно получиться такое вот поле FreeCut Editable и ID текстового поля. То же самое повторяем для поля обозначения. Закрываем XML-редактор. Теперь нужно сделать кое-что важное. Выделить все. Копировать. Перейти в слои. Удалить текущий слой. Теперь правка ставить на место. Это нужно сделать для того, чтобы маркеры текстовых полей, которые будут редактироваться, были на своих местах. Теперь сохраняем документ. Сохраняем его в формате SVG. Присваиваем ему имя. Имя должно быть обязательно латинскими буквами. Теперь переходим в FreeCut. И можем вставить страницу. Вот наш новый шаблон. Теперь можем отредактировать текстовые поля. В обозначениях пишем, например. И меняем номер листа. Фундамент. Теперь в свойствах страницы. Ставим масштаб. Вид 25. И можем вставить вид нашего фундамента. На этом все. Дякую за увал. Продолжение следует.